Грузия, политический кризис продолжается, Грузия Анлине, Грузия, Гелавасадзе, Грузия Анлине, Грузия 17 декабря 2019 года На прошедшей неделе политический кризис в Грузии продолжился В начале недели со стороны власти поступили позитивные сигналы о готовности к компромиссам В частности, спикер парламента заявил о том, что к следующей встрече оппозиции власти подготовит конструктивные предложения, которые будут приемлемы для всех Лидер парламентского большинства Мамукам Динарадзе даже намекал, что речь идет о переходе на многомандатные округа Однако что-то пошло не так, и власть опять заняла конфронтационную позицию по принципу «не шага назад» Как вариант, эти заявления были сделаны перед утверждением членов Верховного суда В надежде, что оппозиция перейдет на режим ожидания, и не станет сильно протестовать по столь сенситивному для общества кейсу Однако это только предположение В качестве уступки оппозиции лидер парламентского большинства Мамукам Динарадзе с большой помпой Озвучил договоренность внутри правящей партии с теми депутатами, которые выступили с инициативой перейти на полностью мажоритарную систему Отказаться от этой инициативы Но при условии, что все внеочередные, которые могут состояться до 2024 года, пройдут по смешанной системе Сразу же возник целый ряд вопросов Во-первых, каким образом правящая партия собирается провести законопроект, требующий конституционных изменений При том, что у них нет конституционного большинства И главный вопрос, почему вдруг правящая партия заговорила о внеочередных выборах после 2020 года Некоторые эксперты даже стали моделировать ситуацию, при которой правящая партия опасается признания нелегитимными выборов 2020 года или политических кризисов потом И таким образом готовит себе запасной вариант Самый простой вариант, что это заявление сделано для отвлечения внимания Однако, при определенных условиях данная поправка могла бы стать серьезным ограничением в случае потери угрозы Потери лояльности части депутатов правящей партии На этой неделе грузинскую мечту покинуло еще один депутат Покинувший правящую партию депутат Александр Аркования так объяснил свое решение К сожалению, в населении полный нигилизм и безнадежность Большинство махнуло рукой на будущие страны Везде серьезные проблемы и стагнация В стране ежедневно усугубляется политический и экономический кризис Полный хаос и неразбериха Политики же не несут ответственности перед Богом, нацией и страной Идет борьба только за власть, деньги и личное благополучие Но это далеко не самое интересное Уходя Эркова не поблагодарил никого-нибудь, а бывшего премьер-министра Грузии Георгия Кверикашвили Ушедшего в отставку летом 2018 года Точнее, в отставку его ушли, после событий лета 2018 года В которых главным героем был никто иной, как нынешний премьер-министр Георгий Гахария Тогда он еще был министром внутренних дел Именно в период премьерства Георгия Кверикашвили между властью и церковью Были наилучшие отношения за всю новейшую историю Грузии Кстати, еще одной причиной своего ухода Александр Эрков не назвал Организацию грязной клеветнической кампании против грузинской православной церкви И католикос-патриарха всей Грузии или второго Это цитата С целью смещения патриарха С уходом начались проблемы и у бизнесмена Мамуки Хазарадзе Того самого, который сегодня создает политическую партию Лила Учредительный съезд состоится 22 декабря Против него было заведено уголовное дело и предъявлено обвинение в отмывании денег Речь шла о списании кредитов 17 миллионов долларов с одной компанией после войны 2008 года Тогда ТВС Банк списал более 200 миллионов долларов и Хазарадзе вместе со своим бизнес-партнером Бадри Джапаридзе Продал большую часть акций для того, чтобы банк выжил в сложной ситуации Следует сказать, что проблемы начались не только у Мамуки Хазарадзе, но и у проекта строительства глубоководного порта консорциума Монаклия Контрольный пакет которого принадлежит ТВС Солдинг Основателем группы ТВС был именно Мамука Хазарадзе На этой неделе Министерство экономики Грузии объявило, что ждет инвесторов до 31 декабря А потом предложит свой план решения.По информации Хазарадзе Именно власти блокировали проект, создав условия, которые привели к уходу американской компании Канти А потом блокировали потенциальных инвесторов Так или иначе, проект, имеющий критически важное значение для страны, заморожен на неопределенное время Состоявшаяся в воскресенье встреча представителей оппозиции и правящей партии Вполне прогнозируемо ничем не закончилась Объективно эти встречи выгодны как властям, так и оппозиции Для власти это удобный формат потянуть время В надежде на то, что противоречия внутри непостижимым образом до сих пор единой оппозиции Все таки обострятся и приведут к их развалу В свою очередь для оппозиции это прекрасная возможность уже в который раз продемонстрировать Еврокомиссии и посольству США По инициативе которых и проходят эти встречи Полную недоговороспособность властей Самое интересное, что все стороны это прекрасно понимают Большой праздник мечты Главное событие прошедшей недели Большая акция правящей партии Которая в субботу собрала десятки тысяч своих сторонников А точнее своего актива на площади свободы Оппозиция, средства массовой информации и даже народный защитник Грузии обвинили власти в использовании административного ресурса и принуждению бюджетников к участию в акции Это конечно так, но не имеет никакого значения, так как никто не сомневался, что будет иначе Конечно, главной составляющей столь масштабной акции была демонстрация власти и уверенности в своих силах Не обошлось и без эксцессов Депутат-мажоритарий Давид Бирай отобрал микрофон и оскорблял журналистов телеканалом Тавари, а на журналистов телеканала Первели напали, применив к ним физическое насилие Утверждение пожизненных членов Верховного суда Грузии Утверждение пожизненных членов Верховного суда Грузии прошло в крайне нервозной обстановке Уже с утра, во время пикетирования здания парламента было задержано 16 человек, среди которых были лидер партии «Новая Грузия» Георгий Вашадзе, один из лидеров партии победившая Грузия Гуром Чалагашвили, члены полицовета Единого национального движения Георгий Тевдорадзе, Бесо Газделиане, а также бывший глава наблюдательного совета общественного телевидения Леван Гахиладзе Не менее горячие события происходили на заседании юридического комитета парламента, куда, несмотря на наличие соответствующих пропусков, не были пропущены целый ряд активистов и представителей неправительственных организаций, в том числе и представителей гражданского движения ЛИЛА Председатель юридического комитета Андрей Оханашвили хотел закончить слушание как можно скорее, что вызвало возмущение со стороны оппозиционных депутатов, которым не председатель не хотел предоставлять слово Членам комиссии все-таки пришлось выслушать заявления оппозиционных депутатов Тики Бакучава и Эки Беселия Депутат Эка Беселия пофамильно прошлась по списку утверждаемых судей и назвала аргументы, почему они ни при каких обстоятельствах не должны быть утверждены После этого был объявлен технический перерыв, во время которого представители мандатной службы парламента удалили из зала заседания прессу, причем с применением насилия Происходящее вызвало очень большой ажиотаж и после небольшого перерыва прессу впустили обратно, объяснив происходящее эксцессом исполнителей После чего юридический комитет проголосовал за представление кандидатов на должности пожизненных судей парламенту Заседание парламента также началось нестандартно, в зале заседания была разлита жидкость, которая выделяла резкий запах фекалий Нескольким членам парламента стало плохо, позднее выяснилось, что в зале заседания парламента была разлита чтфракция 2 Власти обвинили в инциденте оппозицию Гражданское движение стыдно взяло на себя ответственность за запах в парламенте Один из лидеров движения Нодара Ухадзи написал, что власти все равно ничего не смогут доказать Спикер парламента назвал случившейся химической атакой, а премьер-министра политическим хулиганством Объективный инцидент в парламенте сыграл на руку властей Данный информационный повод перебил случай с применением насилия против журналистов в юридическом комитете парламента Агентство Reuters опубликовало заметку про этот случай, который был перепечатан рядом ведущих западных изданий, в том числе и New York Times Несмотря на крайне тяжелый фон, парламент утвердил кандидатурой 14 пожизненных судей Верховного суда Данное решение вызвало негативную реакцию у целого ряда партнеров Грузии и международных организаций В частности посольство США в Грузии выступило с заявлением, в котором, в частности, говорилось В последние месяцы посольство США внимательно следило за процессом отбора членов Верховного суда Грузии для пожизненных назначений В мае мы выразили разочарование в связи с принятием парламентом процедур отбора, в которых не были учтены многие рекомендации Венецианской комиссии, БДИПЧО БСЕ, а также миссии США, ЕС и Советы Европы в Тбилиси Мы разделяем оценку международных наблюдателей и грузинских экспертов о том, что по следующему процессу отбора кандидатов в Высшем Совете Устиции не хватало прозрачности И в результате был составлен список кандидатов, которые не в полной мере представляли наиболее квалифицированных кандидатов Полный текст заявления по ссылке в тексте Сожаление по вопросу о том, что утверждение членов Верховного суда Грузии прошло вопреки рекомендациям международного содружества В том числе ПАСЕ выразили докладчики комитета по мониторингу ПАСЕ Титус Корлэдсен и Клод Керн Во время нашего визита в сентябре мы выразили серьезную обеспокоенность по поводу непрозрачного и несовершенного процесса отбора кандидатов в Верховный суд Высшим Советом Юстиции В то время мы выражали надежду на то, что парламент исправит недостатки в процессе отбора В том числе путем назначения только минимального числа судей, необходимого для обеспечения надлежащего функционирования Верховного суда В соответствии с рекомендациями Венецианской комиссии Сейчас мы видим, что парламент назначил 14 из 19 кандидатов без надлежащего обоснования АИ, как сообщается, включая лиц, которые не продемонстрировали в процессе отбора, что они обладают правовыми знаниями и независимостью, необходимыми для такой важной должности Это можно только сожалеть, говорится в заявлении докладчика в ПАСИ Реакцию властей наиболее откровенно выразила министр юстиции Тео Цулукьяни, которая посоветовала международным перенять законы Грузии и уважать решения парламента независимого государства Были сделаны различные заявления в связи с тем, что с их стороны не могут быть одобрены конкретные имена и фамилии Но я хотела бы напомнить им, что мы – независимое государство, суверенное государство Мы приняли закон, которого нет даже в некоторых западных странах и нет таких прозрачных правил отбора судей Поэтому я, наоборот, посоветовала бы им перенять наши законы и отбирать своих судей и высших инстанций по результатам именно открытого интервью в прямом эфире Что касается конкретных имен и фамилий, то парламент Грузии избрал этих людей И все европейцы обязаны уважать решения парламента независимого государства Грузия, заявила Цулукьяни Болезненная реакция власти объясняется как фоном, предшествовавшим непосредственно событиям, так и тем, что в период тяжелейшего за последние годы политического кризиса Сам факт существования которого власти не признают Представителям правительства и правящей партии приходится постоянно оправдываться за свои действия перед международными партнерами Грузии Заявление Цулукьяни своего рода пробный шар, рассчитанное на смягчение позиций практически основных партнеров Грузии как по данным кейсу, так и по политическому кризису в целом Уголовное преследование лидеров оппозиции в тот же день парламент Грузии лишил одного из самых активных лидеров оппозиции Нику Мелия депутатского мандата Мелия был лишен мандат из-за решения суда по делу о банке Карту Речь идет о событиях 2011 года, когда МВД страны заявило об аресте четырех человек по обвинению в отмывании денег Сам Мелия тогда был главой бюро по исполнению наказаний и выполнял свои служебные обязанности Мелия были предъявлены обвинения в злоупотреблении служебными полномочиями Суд оштрафовал оппозиционера 25 тысяч лари, а парламентское большинство лишило депутатского мандата Еще один инцидент с участием одного из лидеров оппозиции, бывшего мэра Тбилиси, а сейчас лидера оппозиционной партии Европейская Грузия Гиги Углава произошел в зоне паспортного контроля аэропорта Углава вместе с еще одним оппозиционным политиком, Георгем Габашвили По словам очевидцев на Углава было совершено нападение, нападавшим был спортсмен-зудаист В итоге Углава и Габашвили не смогли вылететь А вечером того же дня Гиги Углава было предъявлено в избиении того самого гражданина, который на него напал Суд отпустил Гиги Углава под залог в 2000 лари и запретил ему выезд из страны Согласно предъявленному обвинению ему грозит штраф, либо общественно полезный труд на срок от 120 до 180 часов Или домашний арест на срок от 6 месяцев до 1 года, или лишение свободы на срок до 1 года Суд на задержанным возле парламента манифестантами, среди которых лидер партии «Новая Грузия» Георгий Вашадзе Один из лидеров партии победившая Грузия Гуром Чалагашвили, члены полицовета Единого национального движения Георгий Тевдорадзе Бесо Газделяне, а также бывший глава наблюдательного совета общественного телевидения Леван Гахиладзе, проходил два дня Они обвиняются в неподчинении требованиям полиции и хулиганстве Интересно, что по такому простому делу, когда имеется множество видеокадров Суд так и не смог вынести решение и перенес заседание на 17 декабря По информации телеканалам товари власти готовят арест одного из лидеров оппозиции Лидера партии Европейская Грузия Гиги Бакерия, а также руководители Атлантич Чаунчил Георгия Давидоси Харулидзе и Бату Кутеле Для чего будет реанимировано уголовное дело, возбужденное в 2013 году О средствах перечисленных за консалтинговые услуги Советом Безопасности Грузии в 2011 году На данный момент складывается следующая картина Часть лидеров оппозиции арестована, в частности глава партии победившая Грузии Раклия Круашвили и учредитель главного оппозиционного телеканала Мтавари Георгий Руруа Очень многие лидеры оппозиции находятся под следствием Логично было бы предположить, что в случае, если власть решит пойти в Абанг Практически все лидеры оппозиции могут быть арестованы практически одновременно перед и или сразу после выборов Так или иначе вероятность такого сценария существует И появившиеся в последнее время нотки критики позиций стран-партнеров Грузии и международных организаций Только усиливает эту вероятность Кейс Важига Приндашвили 15 декабря По семья врача Важига Приндашвили провела мерную протестную акцию у оккупационной линии Организаторами сегодняшней акции выступили члены семьи врача, а также его коллеги В акции на линии оккупации приняли участие представители политических партий, общественных движений В том числе и четвертый президент Грузии Георгий Маргвилашвили Участники акции запустили на линии оккупации белые шары Акции предшествовал скандал, разразившийся за Фейсбук статуса члена правящей партии Грузинская мечта, депутата Сакребула, Горсовета, Тбилиси и Ракли Кухианидзе Он обвинил семью Гаприндашвили и самого врача в серьезной злостной провокации Прямо тебе говорят, когда ты знаешь, что там оккупанты тебя задержат, и все таки специально идешь Знаешь и то, что твоя страна ограничена в том, чтобы оказать действенное сопротивление оккупантам, и после этого твоя семья противостоит государству Вся ваша семья либо идиоты, либо провокаторы, твою мать, написал Кухианидзе Данное заявление вызвало возмущение в обществе и стало предметом широкого обсуждения в социальных сетях За день до акции было опубликовано обращение к правительству Грузии, которое подписали практически все политические партии, в том числе и Единая Грузия, Демократическое движение и Альянс Патриотов, а также представители неправительственного сектора и экспертного сообщества Это первый случай подобного единодушия Текст заявления смотрите в прикрепленном файле По кейсу Гаприндашвили в обществе существует единодушное мнение, что власть не предпринимает достаточных действий для освобождения врача, который практически взят в заложники То, что Гаприндашвили не отпустили на прошлое явное поражение той башни Кремля, которая поддерживает политическую силу Нина Борджанадзе Понятно, что на вопрос о границе, Гаприндашвили просто не мог ответить утвердительно и согласиться с фактом оккупации Грузии Очевидно и то, что рано или поздно власти Грузии будут требовать международных санкций против судей Фатимы Парастаевой, которая приняла решение оставить врача под стражей А то же против должностных лиц, причастных к незаконному задержанию в Ажига Приндашвили Равно так же как и к другим нарушениям прав человек на линии оккупации Другое дело, что это скорее всего произойдет при других властях Хотя в точке зрения политического пиара для нынешних властей это был бы очень сильный ход Материалы на СМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции на СМИ Продолжение следует...